Привет, друзья! У нас в гостях снова Hyundai Creta, и, как вы понимаете, мы снова будем экономить топливо. Но в этот раз мы пойдем по американской системе, то есть мы не будем замерять расход литров на 100 километров, а наоборот, замерим, сколько километров может пройти Creta от полностью заправленного бака до полностью сухого. И сейчас мы, как обычно, заправим бак до горлышка, и потом будем целый день ехать со скоростью 90 км в час. Обожаю этот белорусский лиман! И сейчас самое время делать ставки на километраж. Лично я ставлю примерно на 900, а то и 1000 километров. И немножко позже объясню, почему. Итак, друзья, мы проехали 335 километров практически от Стеллы Минск до Стеллы Брест. И самое интересное, что датчик уровня топлива прежде не шелохнулся, то есть у нас все деления. По сути, мы приехали сюда без топлива. Как так получилось, все дело в одной конструктивной особенности Hyundai Creta. Но о ней мы расскажем позже, уже на финиш, когда выездим полный бак. Наконец-то в нашем измерительном марафоне произошло хоть что-то интересное. Мы уже возвращаемся назад от Бреста, проехали Кобрин, на одометре почти 400 километров. И, наконец-то, погасло первое деление, то есть от максимального уровня топлива. При этом запас топлива, согласно показаниям бортового компьютера, составляет еще почти 470 километров. Но, поскольку он очень оптимистичен, я думаю, что EconTrof 600 мы еще точно проедем. Ну что ж, друзья, день прошел, за часах 19.06, на улице уже темнеет. Приходится, как видите, подсвечивать, чтобы снять результаты пробежуточного этапа. Потому что, как видите, мы вернулись в Минск, а у нас еще чуть больше половины бака. Бой еще продолжается. И хотя мы сегодня провели в машине 8 часов 27 минут, а общий километраж составил почти 700 километров, у нас еще больше половины бака. Так что завтра с новыми силами снова в бой, уже в другую сторону поедем, чтобы учесть роза ветров. Завтра увидимся. Привет, друзья. Новый день, новая пища, точнее, новая трасса. Мы двигаемся уже несколько часов, и, наконец-то, уровень запаса топлива упал до 1 четверти. При этом на одометре у нас общий пробег 880 километров, а запас хода по бортовому компьютеру 166. То есть мы наверняка выйдем из тысячи. Вопрос только, насколько далеко мы выйдем из тысячи. Впрочем, подождем пару часов и узнаем точно, сколько же Крета может проехать на полном баке. Начался обратный отсчет. Наконец-то загорелась лампочка, причем загорелась она при пробеге тысяча два километра. То есть тысячу Крета проезжает даже без лампочки. Теперь же лампочка горит, и пошел обратный отсчет километров. Я думаю, что где-то через час, минут через сорок мы узнаем, сколько же все-таки Крета проезжает на полном баке. Эксперимент наконец-то завершен. В общей сложности мы проехали примерно 13 часов и 10 минут. То есть это, если ехать нон-стоп, то, конечно, было бы такое себе испытание. Но, тем не менее, цель достигнута. Крета доехала до сухого бака, то есть она заглохла. Мы скатились на обочину и зафиксировали пробег. Наш пробег составил 1087 километров. Вот сколько может проехать Крета на одном баке. Причем, как я говорил раньше, на одном баке дно до загоревшейся лампочки она проехала 1002 километра. То есть это тоже очень серьезный пробег. 85 километров мы проехали на резерве. Причем, признаюсь, что последний Крета мы ехали немножко быстрее. То есть больше 100 километров в час, благо трасса позволяла. Но даже этот пробег можно считать очень приличным. То есть, по сути, можно заправиться в Бресте и доехать почти, не знаю, до Берлина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова